Катюше всего 4 годика, однако о Великой Отечественной войне она уже знает. Ее прадедушка Василий Степанович Забелин защищал родину на ледяных просторах Заполярья. Охранял военные грузы, которые были жизненно необходимы нашей стране. Прабабушка маленькой Кати Зоя Алексеевна воевала сначала на Карельском, затем на Ленинградском фронтах. Освобождая родную землю, дошла до границы Советского Союза с Европой. О боевом подвиге супругов Забелиных в семье знают и дети, и внуки, и правнуки. Катя, когда я была маленькая, у нас самый главный праздник был – это День Победы. Мама и папа, твои бабушка, прабабушка и прадедушка, всегда в этот день плакали, потому что вспоминали, как началась война. Василию Степановичу и Зою Алексеевне воспоминания всегда давались трудом. Отдушные были военные песни. Прощайте, скалистые горы, артиллеристы, Сталин дал приказ. Ну, естественно, песня про Катюшу. Помнишь, мы с тобой пели песню про Катюшу? Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Это военная песня, и Катя любит ее, эту песенку. На парад 9 мая пойдет вся семья. Хотят принять участие в шествии Бессмертного полка. Готовить фотографии своих героев они уже начали. Я и моя семья участники акции Бессмертный полк. Вот я принесла фотографии моих родителей. Посоветуйте мне, пожалуйста. Вот такие вот эти штендеры. Они делаются из пластика. Размер 320 на 450 и 400 на 600. В фотосалон желательно принести четкие фотографии. За восстановление испорченной придется заплатить дополнительно. А если фотокарточки ветеранов в семье не сохранилось, можно сделать штендер просто с именем фронтовика. Партнерами акции стали шесть полиграфических и фотомастерских. Здесь печать фотографий, их обработка, изготовление штендера. Участникам акции обойдется по минимальным ценам. Названия этих организаций и контактная информация размещены на сайте медиа-центра. www.35media.ru Вписать имя своего героя в Бессмертный полк еще не поздно. Сделать это можно с помощью сайта медиа-центра и на официальном сайте движения. А 9 мая любой желающий может присоединиться к торжественному шествию Бессмертного полка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok